Шокирующие результаты исследований европейских ученых смертельно опасными для человека могут быть самые обыденные вещи, такие как зубная паста, чай из пакетиков и жевательная резинка. Ингредиент с буквенным кодом Е, который входит в их состав, способен вызывать злокачественные опухоли. Это было доказано в лабораторных условиях и сегодня опубликованы результаты испытаний. Самое главное, во Франции, после того, как пищевой отбеливатель под номенклатурным наименованием Е171 признали опасным, началось целое расследование. В России же он не запрещенно используется повсеместно. Надежда Сахаровская узнала, какие еще опасности таят привычные продукты. Ароматная чайная церемония в эфире немецкого ТВ оставляет после вкуса страха у тысяч зрителей. Приглашая именитых ученых и проводя эксперименты, даже создатели шоу не догадывались, во всех видах напитка найдут яд. Десятки пестицидов в черном, зеленом, байховом, пакетированном и на развес. Лаборатории теперь работают на износ. Всем необходимо выяснить, а есть ли что-то подобное в их домашнем чае. В зимний период травяные чаи пользуются популярностью. Тем не менее, они могут содержать опасный яд тех веществ, которыми опрыскивают растения. Они повеждают печень и даже вызывают рак. Антрохинон – вещество, которым на плантациях отпугивают птиц и пестициды для удобрения и роста продукта. После заваривания пакетиков появились в пробирках ученых. Все потому, что в странных производителях никто не следит за безопасностью выращивания чая. И пестициды там используют бесконтрольно. Те, кто производит, они добавляют туда какое-то вещество. Меняется название вот этой добавки. И, собственно, за ними не угнаться. Они очень хорошо адаптировались на нашем рынке. Параллельно с немецкими коллегами тревогу бьют французы. И уровня правительства достиг так называемый скандал зубной пастой. В опубликованном докладе сенсационные исследования. Почти все продукты белого цвета отбеливаются специальной смертельной добавкой Е-171. Впервые было обнаружено, что Е-171 пересекает кишечный барьер у животных и достигает других частей тела, поражает иммунную систему. Е-171 или диоксид титана использовался сугубо в промышленности для отбеливания лакокрасочных изделий, бумаги, резины. Из-за своей дешевизны и способности отбелить все в добавку стали сыпать сухое молоко, крабовые палочки, жвачки и даже шоколад. Но в отличие от той же Европы, где добавка запрещена, в России неоднократно меняющий свою аббревиатуру компонент официально разрешен как пищевой краситель. Если мы что-то обнаружим, то в сторону ужесточения требований, а не ослабления. Чай, зубная паста, жевательная резинка, печенье в белой глазури. Одного только пакетированного чая в год каждый россиянин заваривает более полутора килограммов. Можно только догадываться, сколько этих пестицидов остается в организме. И над предложением каждого гостеприимного россиянина попить чай с печеньем теперь стоит задуматься. Все больше делают ассортимент из продукции более низкого качества. Принимают промышленные масштабы, то можно на использование разных пестицидов, красителей, всевозможных добавок. И только после ученых Германии и Франции результаты своих исследований неожиданно обнародовали в Калифорнии. Заявили, в чайных пакетиках не один вид пестицидов, а Е171 действительно вызывает рак. В зарубежных научных центрах после исследований с ДНК хромосомами в лабораториях умирают крысы. Надежда Сахаровская, Сильва Горгинян и Кристина Соколовская. РЕН-ТВ.